Друзья, сегодня мы продолжаем тему зимних доработок автомобиля, ведь есть такие места, где очень холодно и без дополнительных нагревателей просто не выжить. В прошлом выпуске, если помните, мы собрали вот такой вот предпусковой подогреватель из старого огнетушителя и сегодня, думаю, мы его уже полноценно испытаем. Признаюсь вам честно, это печка для гаража, а не для машины, но так для интереса мы ее установим на Акалину и посмотрим за какое время она нагреет двигатель. Возможно и такой вариант кому-то подойдет, ведь мы уже знаем одного человека, который любит подобные доработки. На автомобиль мы тоже сделаем предпусковой подогреватель, даже наверное два. Один максимально простой, но другой уже значительно сложнее, то есть он будет намного меньше с автоматическим поджигом и дистанционным управлением. Но об этом позднее, сейчас давайте испытывать уже готовый вариант. Для начала нужно поместить наш вентилятор в данный переходник, выручит кусок пеноплекса. Отрежем от него полоску и сделаем с его помощью уплотнение. Выглядит страшновато, но для первых испытаний, думаю, подойдет. Далее нужно сделать подачу топлива. Воспользуемся капельницей. Отрежем лишний шланг, подсоединим его к пробке, таким вот образом, и закрепим все с помощью термоклея. Вот что в итоге получилось. Итак, уже все подключено и готово к пуску. Для начала зальем керосин, от него нет нагара, так что для настройки точно подойдет. Ну а затем уже будем наливать отработку. К сожалению, я немного перепутал положение капельницы и керосин просто стекает по стенкам. Но ничего, позже перевернем. Поджигать будем с помощью газовой горелки. Итак, печка заработала, но пока немного дымит, так как происходит обгорание краски и металла. В общем, работает она около 10 минут и уже прилично нагрелась. Температура самого котла около 300 градусов, а выхлоп чуть более 200. При этом вентилятор работает налегке и подача топлива минимальная. Вот так выглядит огонек. Думаю, ванну стоит сделать еще ниже, а то жар остается в ней. Кстати, за 10 минут топливо даже не убыло, то есть данная конструкция получается прям очень экономичная. При отключении и подаче воздуха огонь чуть ли не тухнет, а как только добавляем обороты, тут же вспыхивает. Сейчас попробуем поставить вентилятор от компьютера. Он гораздо дешевле и меньше потребляет энергии. За одним, кстати, я перевернул капельницу. Но вот беда, воздуха с таким вентилятором совсем не хватает. Печь начинает дымить и хлопать. Попробуем убавить подачу топлива. Ну, так вот стало получше. Только неизвестно, хватит ли тепла в таком режиме. Ну, будем испытывать. В общем, я нашел еще один вариант вентилятора. Вклеил его вот таким вот образом на наш переходник. Ну и думаю, можно пробовать. Для интереса, подключим радиатор отопителя к нашему котлу. Для того, чтобы оценить, сколько тепла дает наш котел. И за одним проверим герметичность системы. В общем, я уже все подключил. Сейчас заливаем воду и будем пробовать. В общем, система у нас уже довольно теплая. Хоть и работает совсем на минимальных режимах. Поэтому, я думаю, тепло от нее получить все-таки можно. Сейчас для интереса еще нальем масло. Для начала чистое, не отработку. К сожалению, через нашу капельницу оно совсем не проходит. Я попытался его нагреть, но кроме оплавления воронки ничего не получил. В общем, я решил просто налить в ванночку немного масла и посмотреть, как оно будет гореть. Огонь стал значительно мощнее. Причем дыма практически нет. И вода тут же загипела. Поэтому необходимо будет поменять немножко конструкцию подачи топлива. И сделаем еще несколько доработок. И потом продолжим испытание. В общем, после первых испытаний у меня возникла мысль укоротить ванночку. Ну а также добавить еще немножко отверстий. Так как воздуха все-таки маловато в этой системе. В итоге получилась такая конструкция. Я добавил еще два ряда отверстий. Один ряд получился вот прямо возле болтиков. Ну а второй уже чуть повыше. Все в принципе закрепил. И сейчас можно также испытывать. Возникла еще одна проблема. Так как металл огнетушителя довольно тонкий. Я просто замучился варить его обычной электродной сваркой. Поэтому, наверное, пора приобрести полавтомат. Сгорем пополам, но у меня все-таки получилось переварить дополнительные кронштейны к огнетушителю, чтобы его можно было прочно закрепить. Сейчас немного переделаем топливоподачу. Для этого разберем топливный фильтр. Достанем из него фильтрующий элемент и склеим обратно. Он у нас будет вместо капельницы. Ну а подачу будем регулировать с помощью вот такого крана. Вот что в итоге получилось. В дальнейшем для топливоподачи, думаю, можно будет использовать обычный мотор от стеклоочистителя. Но сейчас сделаем все по-простому. Все-таки с такой низкой ванночкой печка работает хуже, потому что отработка там нагревается очень плохо. Я думаю, ванночку можно сделать из старого баллончика. У меня вот как раз остался от очистителя тормозов. Оторвем наклейку и, думаю, можно будет его смело резать. В итоге получилось как-то так. Думаю, пойдет. Сейчас будем устанавливать его на окалину с помощью специальных кронштейнов. В общем, я немного увлекся и получилось как-то так. Сейчас подетально все расскажу. Сам огнетушитель я закрепил с помощью металлических полосок. Вверху к телевизору, ну а снизу к болту крепления защиты. Шланги подключил вместо подогрева дросселя. В идеале, конечно, нужно было сделать последовательно к отопителю, но для теста и так пойдет. Тут же установил дополнительную электропомпу. На входе к подогревателю поставил датчик температуры. То есть он будет показывать, по сути-то, температуру самого двигателя. Сам дисплей вывел на решетку радиатора, чтобы можно было все контролировать закрытым капотом. Тут выключатель для вентилятора печки, а второй для включения помпы. Топливоподачу оставил пока такую же, то есть воронку, но при желании сюда можно и бутылочку привернуть. В общем, я вам все показал. Давайте делать запуск. Закрываем капот, наливаем отработку, включаем вентилятор и поджигаем с помощью горелки. Огонек появился и чуть позже она выйдет на рабочий режим. Посмотрим, получится ли у нее нагреть двигатель. В данный момент температура минус 5. В итоге работает она около 15 минут. Смотрите, какой тут огонек. Дыма от нее почти нет. Если не считать то, что я накосячил со сваркой, и соединения немного подтекают и начинают парить. Расход топлива, в принципе, у нее небольшой. Температура двигателя пока что не изменилась. И все-таки самостоятельно она прокачивать двигатель не хочет. В общем, спустя еще немного времени жидкость начала кипеть. Но только в бачке. Сейчас включу помпу для того, чтобы лучше прокачать систему. Температура двигателя начала очень быстро подниматься. Ну и бачок остывает на глазах. С помощью тепловизора можно увидеть, как распределяется тепло. То есть двигатель таким образом полноценно прогревается. Не только одни шланги. При включении помпы видно, как начинает уходить тепло с огнетушителя. Получается, система очень хорошо прокачивается с помощью нашей помпы. Кстати, даже на заглушенном двигателе, если включить печку, то начинает дуть уже достаточно теплый воздух. В итоге, спустя где-то полчаса нам удалось нагреть двигатель с минус пяти до плюс двадцати шести. И потратили мы всего лишь 100 миллилитров отработки. А огонек, кстати, еще не погас, но уже очень слабый. Если усовершенствовать такую конструкцию, уменьшить ее и поместить под капот, то будет вообще супер. Думаю, буду работать над этим. Тут даже никакой автозапуск не нужен по семь раз за ночь. В следующих выпусках, думаю, еще поэкспериментируем с ней в более холодную погоду и на разных видах топлива, не только на отработке. Возможно, даже покатаемся по городу, посмотрим на реакцию водителей. Если вам такая тема интересна, напишите об этом в комментариях. Хоть и конструкция получилась немного страшновата, она все-таки рабочая. И, возможно, кто-то возьмет ее на заметку. Ведь многие в комментариях жаловались, что у них стабильно держится минус 50, а иногда еще холоднее. И кто-то садит в салон пингвинов для того, чтобы в машине было теплее. Но вот думаю, пингвинов на всех не хватит. Да и вообще у них есть свои дела, поэтому такой нагреватель будет более актуален. Хотя, наверное, данное видео все-таки пойдет в плейлист научное развлечение. Но, с другой стороны, этот нагреватель однозначно имеет практическую пользу. То есть его можно установить в гараже, как я это планирую сделать. То есть поставить три радиатора. Один будет на выхлопе, чтобы не терять лишнее тепло. И два уже заполненные это соло. Но все подробности, в принципе, наверное, расскажу на лайв-канале. Кому интересно, ссылку на него также оставлю под видео. Специально для автомобилей, как я и сказал, мы тоже сделаем подогреватели, но всему свое время. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну и, конечно, ставьте палец вверх, кому такая тема интересна. С вами был Ленис Механик. Спасибо за внимание. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok